Здравствуйте, друзья! Этот небольшой сюжет показывает вам, что тут у нас творится в Соединенных Штатах в связи с тем, что прошла новость о закрытии трех зданий российских Соединенных Штатов в ответ на то, что из страны отправили 700 с лишним сотрудников, из Российской Федерации отправили 700 с лишним сотрудников американских посольств и консулатов. С одной стороны, это произошло после того, как были приняты санкции, Конгресс принял закон о санкциях и президент Трамп его подписал, но это не ответ непосредственно на санкции, это ответ на то, что Обама в один из последних дней перед уходом с должности президента отправил из Соединенных Штатов 35 человек, что было примерно 7% от российской депрессии. ответили как бы несимметрично, потому что выдворили 70% сотрудников американских органов, работающих в Российской Федерации, и в общем-то ожидалось, какой дальше будет ответ со стороны Соединенных Штатов, поскольку явно это был вызов такой, и надо было что-то с этим делать. Ну вот, мы смотрим сегодня, что у нас есть. Вот у нас перед вами Fox News, давайте мы посмотрим. Вот почти сразу после наводнения, вот у нас, значит, Америка, значит, отвечает Трамп, значит, там закрывает российские там какие-то помещения в Соединенных Штатах. Это у нас Fox News, CNN. На CNN это прямо вот даже, ну совсем уже сверху, вы видите, вот тоже Breaking News. Значит, США требует России, чтобы она закрыла три дипломатических, как бы, ну, facilities, ну-таки, не знаю, как правильно сказать, помещения, грубо говоря. И надо сказать, что мы, живущие в Кремниевой долине, привыкли к тому, что в Сан-Франциско есть консульство Российской Федерации. То есть, скажем, мне лично, ну там нафиг не нужно, но очень много людей, которые там паспорта продлевают, граждан Российской Федерации особенно, и как бы там назначаешь appointment, и приходишь, и там какая-то работа происходит, и так далее. То есть, на них всегда было много нареканий, что там вот хамят, как-то люди отвыкают от того, что, ну, знаете, сами знаете, от чего, но и дальше вот им все это напоминало в какие-то тяжелые времена. Но, во всяком случае, у них теперь появится возможность, так сказать, с тоской вспомнить, что когда-то там все-таки это было рядом. Да, это у нас, что? Это у нас CNN. Давайте глянем. Bloomberg. Почему Bloomberg? Потому что я обычно с утра смотрю на Bloomberg, потому что там как-то больше к финансовым делам. Вот прямо здесь, вот, пожалуйста, вот она, вот она. Так вот, вот. Соединенные Штаты, значит, закрывают три российских дипломатических здания, но никого из сотрудников не выдворяют из страны. Это очень существенно. То есть, ответ, который был, как бы, сделан, не был симметричным в том смысле, что, сказать, ах, вы наших сотрудников, вот теперь мы ваших сотрудников. То есть, этого не было. Они говорят, пожалуйста, вы их можете переместить в другие, там, какие-то регионы, но вот теперь у нас будет поровну, вы хотели, чтобы было поровну сотрудников, пусть у нас теперь будет поровну, значит, отделений. Значит, остаются по три отделения в России и три отделения в Соединенных Штатах. Поэтому они, там, вот, несколько из них закрыли. Интересно, что в силу структуры, как бы, взаимоотношений и обмена людьми, получается, что и от того, и от другого, и от выдворения американцев из США, и от закрытия вот этих трех помещений пострадали, и с той стороны, и с другой, именно граждане Российской Федерации. То есть, сейчас гражданам Российской Федерации, которые живут в Российской Федерации, станет сложнее получать визы в Соединенные Штаты. Во всяком случае, не иммиграционные, так точно. Про иммиграционные мы еще не знаем, но, может быть, тоже сложнее будет. Но это понятно, что, там, скажем, на этих, там, стране наплевать. Но, тем не менее. Вот. А дальше, получается, что услугами вот этих всех зданий, как бы, сотрудников, которые там находятся и так далее, сервисов, которые находились в США, в основном пользовались граждане Соединенных Штатов. Скажем, если мне нужно будет поехать в Российскую Федерацию, у меня нет паспорта, у меня только американский. Собственно, я однажды вот ездил там. Значит, я звоню в турагентство, они мне эту визу делают без того, чтобы я вообще как-то участвовал. То есть, мне не нужно никуда ходить, ничего там. По почте ушло, по почте пришло. То есть, неважно, почта пойдет в Сан-Франциско или почта пойдет в Вашингтон. То есть, скажем, люди, которым нужна российская виза, я не думаю, что они сильно пострадают, тем более, количество людей меньше не стало. Но именно граждане Российской Федерации, которые здесь находятся, а их тут много, это и компьютерщики, которые там по рабочим визам, члены их семей, это и многие люди по другим программам приезжавшие, и когда-то там по Беженской, и там девочки, которые замуж выходят, и так далее. Тут довольно много народу, в общем, студенты, да, студентов же много. И в Стэнфорде, и в Беркли, и в очень многих университетах. Вот тут локально, просто локально. Поэтому вот такое интересное развитие событий, и мы посмотрим, как это всё дальше пойдёт. То есть, будет ли эта спираль раскручиваться, значит, там, око за око, там, зуб за зуб, или оно в каком-то месте остановится. Мы сейчас этого не знаем. Но будем наблюдать. Ну, что ещё сказать? Жалко, что, как бы, вот, всё это происходит. Но, с другой стороны, наша роль состоит только в том, чтобы смотреть за этим, и анализировать, и как-то вот на себя примерять, там, чего нам теперь легче или сложнее. Я знаю, что среди зрителей нашего канала сразу возникают такие разговоры, вот, скажите, а не повлияет ли это на участие России в лотерее Green Card? А не повлияет ли это на выдачу, там, иммиграционных виз? Вот те, кто уже выиграл в лотерее, что с ними будет? А не повлияет ли это на... И пошло, и пошло, и пошло, и поехало. Значит, я могу сказать, что со стороны Соединённых Штатов, когда всё вот это вот происходит, оно никогда, и санкции в том числе, никогда не направлено на простых людей. Вот, на граждан. То есть, это всегда направлено там на какую-то верхушку, которая управляет процессом. Вот, я говорю про санкции в данном случае. Вот, люди близкие, так сказать, к Кремлю, люди в самом Кремле, там, и так далее. Если бы они хотели повлиять именно на граждан, у них есть очень много способов. Таких, что там, я даже не хочу перечислять, но там можно перекрыть, например, там, поставку медикаментов, например, да, или там запчастей для иностранных автомобилей. У них есть очень много способов повлиять именно на граждан, но они в принципиальном плане не хотят этого делать. Это не для того, чтобы повлиять на граждан. Поэтому, посмотрим. Во всяком случае, с американской стороны, это имеет совершенно другой вектор в направленности. Ну, вот, пока так. Закрывается это все в субботу. То есть, 2 сентября им велено это все приостановить. Ну, что, наверное, это не последний раз, когда мы на эту тему беседуем, но посмотрим, как будут развиваться события. Я пока не смотрел, что об этом пишут средства массовой информации, там, русскоязычные, за пределами Соединенных Штатов. Вот, я пока вот вам показываю, что происходит в США. Пишут мало, там буквально несколько слов, так, информационненько. Но зато всюду, во всех вот основных средствах массовой информации есть пара слот на эту тему. Но, может быть, это не самое главное, там, и не самым крупным шрифтом, но, тем не менее. Вот такие у меня для вас пока что новости. И следите, следите за нашими выпусками. И до скорых встреч.